Всем привет! На связи Артем Абрамович и канал финты Wordpress. Это пятая серия сериала микроразметка рецептов и в ней мы разберем уже саму микроразметку. Будем внедрять в готовые наши поля. Напомню, в предыдущих сериях мы создали поля с помощью плагина, затем мы их вывели и заполнили. И у вас должно было получиться что-то вот вроде такого. Тут метаданные, ингредиенты и все как положено. Инструкция. Теперь нам осталось все это вывести, чтобы у нас в валидаторах было все красиво. Вот как здесь, например. Или вот валидатор гугла. Вот так показывает. Вот. Знаете, что в итоге должно получиться? Для чего мы всю эту разметку делаем? Получается вот такая штучка, вот такой вот расширенный сниппет. Это вот уже реальный сниппет для сайта mamacooks.ru и вот вот это вот статьи. Того творожно-сырный пирог. В сниппете у гугла выводится только название, картинка, рейтинг, время и описание. Причем описание берется ну уже соответственно от того, какой плагин у вас стоит. Вот что происходит в Яндексе. То есть Яндекс не выводит фото, если не указан специальный тег. Но опять же здесь происходит когентивный диссонанс. Если использовать для картинки готового фото рецепт, их специальный тег результат фото, то гугл выдает на него ошибку. Причем такую мощную ошибку. Он говорит, что ребята, нет такого, нельзя так делать. Поэтому при разметке вы уже ориентируйтесь сами. Что вам важнее, гугл или Яндекс? Ну и опять же, разметка это же не аксиома, не теория какая-то конкретная. То есть вот она есть и есть. Она меняется. Но вот буквально на днях изменилась разметка, схема разметки блога. Да, там например вывели одно, добавили другое. Поэтому все меняется. Может быть со временем гугл придет к такому тегу или Яндекс что-то там свое сделает. Но в данном случае при разметке мы будем использовать все-таки тег имейдж, а не яндексовский результат фото. Ну чтобы уж совсем ошибок не было. Вот итак, ну давайте приступим. То есть начнем, как обычно, с самого начала. Открываем наш нужный файл, файл сингл. Вот я нашел тут. У меня был в шаблоне один шаблончик. Чисто для примера. Потому что у меня уже на этом сайте уже все готово. И мне только осталось рассказать как и чего. Итак, то есть начнем с самого начала. Во-первых, нам надо обозначить нашу статью, что это рецепты. Но мы не забываем, что мы привязываем все это дело к нашим рубрикам. То есть у нас есть единая рубрика рецепты. И вот в этой рубрике мы указываем именно, что они все рецепты. Во всех остальных рубриках мы обозначаем, что это все блок. Поэтому что для этого надо? Поэтому нам надо для начала ввести условия в этот файл. Чтобы было совсем понятно, вот смотрите. Вот у меня начинается сам вывод статьи. По тегу артиклю. У вас не знаю, как это будет. Это может быть и тег div, и тег все что угодно и вплоть до лит. Но нам надо сделать условия. Вот смотрите, как это пишется. Так, пишем, обозначаем PHP и пишем, если у нас статья выводится именно в нашей конкретной рубрике, в данном случае у нас и ID рубрики 1, у вас может быть другой, ну единица, да, ID так. То тогда мы выводим вот эту часть, вот этот артикль. Но это можно, конечно, менять, ну вот само обозначение, вот этот тег сам меняет, но у нас не забываем, что у нас есть произвольные поля, которые придется заполнять. А нафига нам и выводить эти произвольные поля в других записях, не в рецептах? Ну смысла нет. Поэтому мы прямо вот здесь вот ставим, опять же, используя синтаксис, закрываем наши условия, вот это вот, да, и пишем иначе, открываем опять скоб и между скобок добавляем наш артикль. Вот этот тег, все, что вместе с ним. Вот этот вот и вот сюда. Но только если у нас вот иначе, у нас здесь блокпостинг, то здесь мы пишем рецепт. То есть вот эта часть мы пишем рецепт. То же самое я сделал на этом же сайте. То есть вот видите, да, то есть вот если в категории такой, то он у меня выводит тег div, кстати, и он обозначает его, что это рецепт. Если эта запись не попадает в категории, тогда у меня просто выводится артикль, ну или блокпостинг. Схема блокпостинг это дочерняя схема артикля. Вот таким макалем мы получаем, что у нас будет от нас, то есть статья какая-то, из рубрики рецепта у нас будет обозначаться по рецептам, а статья из рубрики любой другой у нас будет обозначаться артиклем. То есть как это выглядит в валидаторе. Моя статья вот этого, да, собственно сам рецепт, вот в валидаторе она вот выглядит вот так. Вот видите, начинается рецепт и пошло все, пошло, пошло полный размет. Теперь статья, которая не относится к рубрике рецепты. Давайте посмотрим, чтобы это проверки, да. Ну вот смотрите, вот наша статья, они относятся к рубрике рецепта. Вот она началась, и вот тут, собственно, вот такая небольшая разметка, потому что там полей мало, которые надо размечать здесь. Ну то есть вот это вот надо добиться, да, чтобы было условие, если так, то так, если так, то так. Дальше поехали. Значит, соответственно, мы размечаем наши метаданные. К метаданам в рецепте у нас относятся заголовок, дата, автор, категории, ну или рубрики и миниатюра. Это то, что стандартные метаданные. Дальше те метаданные надо размятить еще, которые мы выводили нашими полями. В данном случае это метод, количество порций, время и кухня, к которой относятся. Все сами поля, которые надо использовать. Ну, не поля, пардон. Все специальные эти теги, в сущности, можно посмотреть на сайте или Яндекса в помощи, или Гугла. Они тут одинаковые, поэтому, ну, мне проще в Яндексе, я буду смотреть Яндекс. Итак, поехали. То есть вот наша, опять же, показываю файлы сингл, как это будет. То есть вот наша страничка, да, ищем теперь заголовок. Заголовок, как правило, у нас обозначается тегом H1, и функции title он выводится. Ну, вот здесь вот как раз уже и стоит. Headline, это тоже обозначается заголовок. Ну, я, чтобы было понятней, я использую тег name. Это тоже допускается, потому что headline не попадает в схему рецепта. То есть схема рецепта не содержит сущность headline, и поэтому будет у вас ошибка. Поэтому надо использовать name. Так, дальше поехали. Title обозначили, да. Теперь наши метаданные. Ищем вывод автора. Вот он. Вот такой функцией. AfterPostLink обозначается вывод автора. Если смотреть на тот шаблон, то здесь это выводится. Вот оно. То же самое. AfterPostLink. ItemProp. Добавляем и погнали дальше. Дальше у нас, что там? А, рубрики и дата. С датой, ну, так как дата у нас должна выводиться в специальном формате в соответствии с ISO. То есть здесь два варианта. То есть или мы меняем формат даты, который у нас установлен, или мы делаем финтушами. Например, вот смотрите. Формат даты, который выводится для сайта Mamacooks, да. То есть формат даты здесь будет вот такой. 3 июня 2015. Этот формат даты не проходит никаким образом. То есть должен быть европейский вывод, когда, вот, когда сначала идет год, потом месяц, потом день. Поэтому делаем финтушами. Пишем, используя специальный тег Time, который не выводится на сайте, но, ну, типа как метатег такой, да. Вот, используя тег Time, задаем нужный формат и задаем DataPublish, то есть дата публикации. Вот такой финтушами. Сейчас все такое делают, все используют. Вот, прям ставим его рядом с нашим выводом записи. То есть вот здесь смотрим. Вот он, вот он. Ну, вот он. Ну, вот, да. Вот здесь уже стоит. DataPublish, ставим. Все. Есть. И у нас осталось... А, рубрики. Как правило, рубрики выводятся, ну, что-то вроде Z-категории, да. Вот они, Z-категории. А здесь, в этом шаблоне, вот они. Ну и, соответственно, достаточно добавить к этим рубрикам просто тег рецепт категории. В тег div добавляем, он нам будет все нужное выводить. Значит, что касается именно шаблона на сайте MamaCooks, то вы могли заметить, что здесь две, опять же, две, да. Но здесь я опять ввел проверку. Ну, так как здесь, ну, шаблон так сверстан. То есть там в зависимости тоже, опять же, от условий, в каком, какого вида шаблон, то есть где он выводится. А так как используется, так далее. То есть здесь подгружается разный контент. И вот, чтобы он подгружался по-разному, я опять же использую то же самое условие. То есть, если у нас статья в категории 1, тогда вывожу вот с таким. Сущность будет рецепт категории. Если нет, тогда будет артикль sections. Ну, то есть все, да. Это разметили. Теперь нам надо разметить миниатюру. Вот как раз миниатюра у нас является результирующей фотографией, которая показывает, что получится в итоге. Поэтому мы ее выводим. Несколько таким тоже финт ушами получится. Значит, ищем вывод миниатюры. Ну, вот здесь, в этом шаблоне. А, здесь на статьях не выводится. Если у вас в файле single не выводится миниатюра, тогда можно использовать поле, которое мы создавали, которое так и называется фоторезультата. Если вдруг не выводится. Но, опять же, там в поле фоторезультата вы используете тег.mg. Сейчас покажу на этом сайте, на этом поле. Ну, вот. Вот. У вас будет формироваться вот такой тег.mg и вы просто сюда добавляете item.pop.mg. Все. То есть, если у вас не выводится миниатюра. Если миниатюра выводится, тогда ищем формат миниатюр. Как правило, миниатюра выводится с помощью функции thePost.teamMile. И в которую мы просто указываем, добавляем дополнительный массив переменных. В котором, собственно, добавляем дополнительные данные, которые функция сама сформирует нам тег.mg. Вот и все. Вот такой вот массив мы добавляем именно к нашей функции. И таким макаром же получаем, что у нас к миниатюре будет прислюниваться нужная нам сущность. В данном случае image. Если вы ориентируетесь, напомню, на Яндекс, то тогда у вас будет сущность не image, а result photo. Итак, ну вот, собственно, с базовой разметкой мы закончили. Да, теперь нам надо нашу разметку разметить. Ну, здесь опять же все просто. То есть, у вас есть выводимые вами поля, которые у вас должны использоваться какие-то теги дополнительные. Да, ну вот к этим тегам и добавляете нужные сущности. То есть, в методе это будет cooking-метод. В порциях это рецепт-вилд. Что там у нас еще? В кухне там тоже свой. В кухне там будет сущность рецепт-куизин. Не знаю, как это правильно читать. Ну, то есть, чтобы это формировалось, он будет как это выглядит в HTML. То есть, это я сейчас покажу. Вот смотрите. Ну, здесь не очень хорошо будет видно. Ну, вот, вот видите. Вот оно. То есть, сущность указана и выводится какая. То есть, смотрите, здесь важный момент, да. То есть, вы должны разметку внедрять именно для текста, который указывает, что это. То есть, не надо добавлять, например, ну, вот если мы берем порции, да. Вот у нас выводится порция. Можно же, в принципе, и сюда добавить. Вот в этот тег, который общий. Но тогда он будет выводить порции не 10, не цифру, да. А, например, он будет так и будет выводить порции 10. То есть, я к чему это все. То есть, надо именно перед выводом полей выставлять наши сущности. Вот. И теперь у нас осталась такая вещь, как время. То есть, у нас здесь три, насколько вы помните, у нас здесь три времени, да. От времени на подготовку, время приготовления и общее время. Причем, общее время у нас нигде на сайте не выводится. Оно используется только чисто для разметки. Как вы помните, время у нас вводится в минутах. То есть, не важно, сколько там приготовления будет, там два часа, три часа, все вводится в минутах. Для чего? А для того, чтобы мы эти минуты могли с помощью небольших функций все это дело конвертировать. Ну, опять же, напомню, да, то есть, что время, что дата должны выводиться в специальном формате для разметки. В специальном формате по ISO, и поэтому просто так вывести нельзя. Я не стал выдумывать велосипед и просто наглым образом вытащил вот такие вот функции, которые предназначены для конвертирования времени просто-напросто из плагина, не помню уже, Hero Reads, по-моему, да. Я прямо из него взял, вытащил и все замечательно. Единственное, что подогнал под нужный формат, то есть на русском языке. И получилось вот такие вот четыре функции. Сам код этих функций вы сможете найти на сайте, я выложу в ближайшее время. То есть, а чтобы вывести эти функции, опять же, ну, так как у нас они функции, надо и выводить значение функций. Ну, и, наверное, тоже все это дело покажу на сайте, потому что в видео это сложно показывать, но вообще вы сами можете посмотреть. Вот, например, время на подготовку. Вот у меня заголовок. Время на подготовку. Дальше первое, что идет. То есть, сначала мы обозначаем, у нас, то есть, выводится как бы два времени. Время реальное, которое в часах идет, в часах-минутах, и время, которое специально предназначено для схемолог. Ну, и, соответственно, вот мы выводим нашу функцию, которая называется схема prepTime. Если посмотреть, вот она наша функция, схема prepTime. То есть, функции простые. То есть, здесь одна функция просто-напросто конвертирует полученные минуты в часы, ну, делит на 60, да, и потом просто выводит. Вторая функция просто-напросто складывает, ну, получает общее время. Ну, и дальше уже просто-напросто какая-то такая простейшая функция, которая получает уже готовое время, пересчитанное, но в нужном формате для схемы. Вот и все. Ну, их тут таких получается три функции, потому что у нас три времени. Если вы посмотрите в валидаторе, то можно увидеть, что вот здесь три времени, да. ПТ 30 минут, куктайм 1 час 0 минут и тотал тайм 1 час 30 минут. То есть, и у вас получается, что размечать не надо, самое главное, правильно все это дело вывести. А правильно вывести, ну, опять, я говорю, то есть, я продолжаю. То есть, сначала мы используем скрытую разметку мета, это поисковики допускают, обозначаем, что это у нас прептайм, обозначаем сущностью, что это прептайм, а дальше мы выводим уже наше реальное время, которое там с иконками красивое все обозначено. То же самое со всем остальным временем. Единственное, чего мы не выводим, это общее время и поэтому оно у нас выводится просто-напросто как на скрытое поле. Вот и все, это что касается наших мета-данных. То есть, мета-данные разметили, я думаю, понятно, если не понятно, задавайте вопросы. Итак, у нас остались ингредиенты и шаги, инструкция по приготовлению. Ну, здесь, опять же, еще проще. Принцип тот же самый, то есть, просто-напросто мы добавляем, вот у нас выводятся ингредиенты и мы просто-напросто добавляем, ну, картинку я использую, вот эта картинка, которая у Григи Лендов я просто ее обозначаю, что это просто картинка от ItemPopImage, а сами ингредиенты у нас уже, так как у нас, насколько вы помните, я использую теги Ли, вы можете использовать при выводе, да, при переборе там любой другой тег, но я использую тег Ли, поэтому я просто добавляю вот именно вот в этот тег Ли параметр ItemPop Ingredients и все, и у меня они автоматом все обозначаются. Ну, опять же, формирование и осталось у нас один нюанс, который мы забыли, я забыл точнее, то есть, это вот этот вот описание, тот самый Descriptions, который берется самими поисковиками, он может быть другого вообще ничего не брать, но Descriptions он берет всегда, но, во-первых, он может брать вот этот вот Descriptions, а может взять Descriptions, который вы указали в вашем плагине, SEO-плагине, там, я не знаю, что вы используете WordPress SEO или All in SEO Pack, то есть, он, как правило, оттуда все вытаскивает, вот смотрите, видите, то есть, вот это вот указано в плагине и, соответственно, он берет уже не вот этот вот Descriptions описание, а которое в плагине есть, но, опять же, нам ничего не мешает его разметить, размечается он элементарно, то есть, itemPop и Descriptions указываем, что у нас перед тегом контент мы же контент используем, ну, как это не контент, а, ну, контент в смысле, что мы используем стандартный редактор для описания, поэтому все данные, все есть контент, который выводится в этом редакторе, он выводит с помощью функции TheContent, вот перед ней просто сделаем div, именно div, кстати, бывает ошибка, когда используют теги span, теги span это ошибка, которая у вас будет вылезать в валидаторе кода, вот и все, прям тегами div обрамили и добавили в контент, все, теперь, что касается пошагового приготовления, пошаговых рецептов, значит, посмотрев, ну, опять, разметка вещь такая, то есть, с ней надо экспериментировать, да, ну, вот, например, видите, ну, не выводятся ингредиенты, может быть, еще времени мало прошло, но, опять же, у гугла тоже что-то не видно, то есть, и как это делать правильно, никто не знает, никто не подскажет, потому что все добивается экспериментальным путем, но мы поставим для начала просто-напросто, обозначим весь наш список, то есть, вот этот весь список, вот это вот все, обозначим одним большим тегом instructions, насколько я помню, да, Recip instructions, то есть, прямо в UL добавляете, если у вас это списком выводится, или какой, ну, или самый верхний div ваш, если вы дивами все это выводите, вот сюда, и все, а вот внутреннюю картинку, вот эту вот, мы обозначаем ее, как item pop image, но, опять же, то есть, вот, спорный момент насчет этой картинки, то есть, надо ли ее вообще добавлять, потому что, смотрите, вылезает какая вещь, то есть, например, Google берет сам, смотрите, видите, то есть, здесь он взял правильную картинку, а здесь он взял вообще любую другую картинку, какая-то там, которая там попалась, вот если я открою сейчас эту статью, то это будет картинка, которая сидит где-то там в шагах, то есть, экспериментальным путем надо смотреть, как лучше, какая разметка работает, и в итоге, ну, вот она, видите, эта картинка, вот эта вот, то есть, он почему-то взял ее, почему ее, а не вот эта вот, непонятно, то есть, поэтому, ну, может быть, имеет смысл, но я вот сейчас уберу в этом файле, и тоже, ну, эксперимент проведу, через там, через пару-тройку недель, посмотрю, что и как, но опять же, то есть, Иван тоже советует то же самое делать, разметка вводится не на один раз, не навсегда, она меняется, поэтому надо проводить эксперименты, проверять, проверять аналитику, проверять выдачу, как это все получается, какие-то менять местами и так далее, ну, вот и все, собственно, разметку-то мы провели, можно ее проверить, если появляются какие-то ошибки, ну, естественно, надо исправить, я на этом пока заканчиваю, то есть, будет еще одна серия заключительная, где я расскажу про всякие нюансы, а на этом я прощаюсь, всем пока-пока!